Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Кел. Сегодня хочу поговорить об оформлении тротуаров, дорог, дорожек. Конечно же, вы можете использовать все материалы, которые сейчас представлены в магазинах, но я хочу немножко рассказать. Смотрите внимательно, как красиво смотрится ощущение, что я стою на огромном ковре, сделаны узоры, и все это сейчас покажу и расскажу, как очень красиво, оригинально было выполнено. Она, конечно, много-много лет назад. Вот это вот обычная галька. Вставлю еще фотографию. Каким образом она закладывается? Вы видите, что она двух цветов здесь, то есть идет работа на контрасте. Черная и белая, практически бело-серая. Конечно же, это ювелирная работа. Это территория кукола церкви. Здесь очень мелкая галька, два сантиметра, не больше, сами камушки. Они плоские достаточно. И как кладутся? То есть собирается такая мозаика по узору. Определяйте территорию, где вам нужно, где вам хочется и украсить эту территорию таким шикарным ковром. Затем смотрите по площади, да? Делаем подложку. Рекомендую использовать геотекстиль. Геотекстиль, либо какую-то пленку, которую вы подстелите под основной слой. Затем по строительным канонам нужно положить щепень, подушку из щепня, подушку из песка. И затем уже сверху вот эту вот смесь, раствор цемента и песка. И в него уже укладывать вот эту вот мозаику. Для чего? Для чего все эти подушки? Чтобы, естественно, не было никаких там ни трещин. Для чего подложка из геотекстиля? Что почвы разные бывают. И особенно на суглинке уходят все камни, песок, щепень. Очень быстро всасываются в почву. Уходят в почву. Чтобы у вас на долгие годы сохранялась эта красота эксклюзивная, которая будет только у вас, если вы решитесь на такую фантазию. Действительно смотрится шикарно, очень необычно, сразу же привлекает внимание. То есть для каких-то парадных входов, выходов, для каких-то эксклюзивных зон, как я уже говорила, это великолепно, шикарное применение. То есть представляете, у вас эксклюзивная зона, и вы пришли как домой, расслабились на такой шикарный ковер. И он прекрасно, причем еще моется. Нет особых таких загрязнений, то есть с шлангом, с шлангом водой, где-то в каких-то местах, может быть, щеточкой. И все. Никаких не требует дополнительных усилий. Камушки. Еще момент. Каким образом галька вставляется? Она не ложится плашмя, поперек вставляется. В старом городе есть оформление, и там причем вымощена галькой, достаточно крупной, сантиметров 6-7. Точно так же вымощена целая дорога. И если будет возможность, я обязательно сниму видео про старый город. Выкладывают именно вот таким вот образом на ребро, чтобы лошадь, раньше лошади там были, и в принципе сейчас там машины не ездят. Ходили, когда лошади там, повозки и так далее, чтобы у них копыта, они не скользили по поверхности. Таким образом устанавливают поперек все эти гальку, эти все камни устанавливают поперек, чтобы было и красиво, и функционально, чтобы было удобно в использовании, естественно. То есть мы вот ходим, он обычно же даже, можно подскользнуться, он не скользкий, вот эти вот, вот они, он не скользкий. То есть вот этот вот, очень красиво. Не обязательно такую гальку морскую, это может, опять-таки, включайте свою фантазию, и вы можете сходить на речку, на ближайшую, посмотреть, какие камни, и в каком количестве там есть одинаковой формы, допустим, одинакового цвета, либо в контрасте какого-то цвета. И вполне можно сфантазировать какой-то оригинальный, такой ковер натуральный. Посмотрите, вот еще вдалеке покажу, как это все шикарно смотрится. Мне очень нравится. Конечно, это дело, опять-таки, длительное достаточно. Галька вот такого вот размера, то есть это примерно где-то 2 сантиметра. Вот белая и черная. Ее тут, если поискать, очень много можно найти. Вот можно немножко заглублять, чуть-чуть. И, допустим, вот какой-то, как там прям. Они ставятся вот так вот плотненько, достаточно. На фотографии видно будет, посмотрите. И подбираем, какой стороной. Вот смотрите, вот он продолговатый, он по размеру как бы немножко большеват. Я беру его, переворачиваю и ставлю. И вот он в размер, в размер подходит с соседним камушком. И точно так же, если вот этот вот самый идеальный, вот такие, конечно, формы. Он сам уже просится туда прям. Примерно получается вот таким вот образом. То есть, если вы берете камушек, и он у вас вот такой вот длинный, продолговатый, но вам подходит вот это вот местечко, краешек, то вы его так и заглубляете таким образом. То есть, если я его положу, вот видите, если я его положу, он очень большой. А если я его сейчас вот так заглублю, то он в размер подходит ко всем остальным. Вот примерно очень быстро так навскидку все получается достаточно аккуратно. Но это я торопилась. И видите, что в округе вот эти вот мелкие камушки, они, конечно, не создают вот этой красивой картинки. Ну, все-таки, что получается. В принципе, можно это все сделать самостоятельно. Желаю вам успехов. Есть такая поговорка, не боги горшки обжигали, поэтому все доступно для нас, если захотеть. Я желаю вам творческого вдохновения. Дерзайте, пробуйте, экспериментируйте на ваших участках, и у вас все получится. И до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!